Привет-привет! Добро пожаловать в новый влог! Собираем чемоданы. Я вот только что съездила в торговый центр, заехала еще в продуктовый и везем несколько подарков. Это я купила маленькому Жорику. Возможно, в этом влоге я вам наконец-то его покажу, ему уже полгода. Он там ползает вовсю. Улыбашка, бояшка. И зашла в Манго, увидела... Кстати, распродажа уже началась. Еще со скидкой взяла. Такой костюмчик спортивный. Я думаю, что у них много одежды на сейчас, поэтому взяла на вырост. Также нашла пианино. Да, пусть родители крепятся. И еще в Украине заказала музыкальный телефон. В Украине у нас большая дружная семья. Она у нас сильно увеличилась за последние годы. И мы будем праздновать Новый год у родителей брата-жены. И не приходить же с пустыми руками. Мы не дарим друг другу подарки. Ну, как-то так не принято, да? Поэтому Тома купил дорогое виски. А я приобрела вот такую свечу. Это те свечи, которые я показывала вам много лет тому назад. Они трещат вот так, знаете, как будто рядом горит костер. Это невероятные ощущения. И вообще очень приятные ароматы у них. Вот здесь у меня Янки Кэндл. Но Уудвик у нас тоже есть дома. И родителям Вали я купила вот такую. Кстати, когда она загорается, то получается, что как мини-камин такой вот дома. Очень прикольно. Помните, в прошлом году мне подружка тоже на день рождения дарила от этого бренда? И поменьше для Валюши. Я уже в пижамке убрала волосы. Буду выполнять свои привычные бьюти-процедуры вечером. Я в основном показывала утренний до утренний уход. Решила это исправить. На каждый день я супер ярко, супер интенсивно не крашусь. И если можно не наносить тушь, я этого не делаю. Это моя самая нелюбимая макияжа. На каждый день у меня легкое тонирование, брови, блеск и румяна. И первое, чем я воспользуюсь, это мицеллярная вода от Avaline. Она, правда, уже заканчивается, но очень классная. И осторожно снимаю верхний слой макияжа. Тушью с подводкой она тоже отменно справляется. При этом не жжет глаза и не сушит кожу. Если у меня на лице прям полный макияж, тогда я еще дополнительно пользуюсь гидрофильным маслом. Это I'm From. Оно суперское. А так на каждый день у меня достаточно пенящегося, увлажняющего масла от CeraVe. Немножко выдавливаю на влажные ладони. Вспениваю. И теперь этой нежной пенкой начинаю умываться. Так масло не стекает по рукам, не капает на одежду. Ну и в принципе, вы знаете, что это мой фаворит. Он тоже не стягивает кожу, не нарушает защитный барьер и хорошо очищает кожу. Сразу после умывания наношу увлажняющий мист от Misha. В своем утреннем уходе я показывала вам, что для глубокого очищения кожи я использую щеточку Foreo Luna 3. И обычно еще и потом выполняю процедуру при помощи микротоков для домашнего использования. Это Foreo Bear. И обычно это все нужно выполнять утром. Но я также люблю делать микротоки вечером. Я хочу вам сказать, что это очень здорово помогает мне расслабиться, снять напряжение в мышцах лица после насыщенного дня. Мало того, сейчас у меня настолько сбился режим. И вообще мы поздно едим. И когда я делаю микротоки вечером, то утром лицо меньше отекает. Этот трюк реально работает. Микротоки Bear это супер эффективная штука. Я пользуюсь им давно. И я люблю его не только за мгновенный результат, который видно сразу после выполнения процедуры, но и за накопительное действие. Совсем скоро мне исполнится 3-4 года. И я вижу по своему лицу, что мне уже нужно как-то поддерживать овал лица. И микротоки это то, что действительно работает. При регулярном, постоянном использовании и овал становится четче, и заметен эффект лифтинга, и морщинки разглаживаются. Поэтому Bear это мой настоящий must-have в уходе за собой. Я даже в фаворитах года о нем рассказывала. И это, скажем так, стоящая инвестиция в свой хороший внешний вид. И в целом с ним проще и удобнее поддерживать здоровье вашей кожи. В этом случае моей. Я сейчас нанесу сыворотку-проводник, и по ней уже буду выполнять свою процедуру. Процедура очень приятная, несложная. Я просто повторяю все движения, как в приложении. Обожаю ее делать как утром, так и вечером. Еще радует то, что она не занимает много времени. Под глаза я наношу очень питательный крем. Это бренд Misha в суперкрасивой упаковке. Стою, держу ее, чтобы наглядно продемонстрировать. И он очень долго хватает. И он идет как антивозрастной, против морщинок, осветляющий. Я им довольна. В качестве последнего этапа я долгое время использовала даже не крем, а именно ночную сыворотку от бренда SkinCeuticals. Она с резевератролом, она идет и как антиоксидантная, антивозрастная и восстанавливающая. Она однозначно еще и способствует регенерации и заживлению. Когда меня укусила собака, мне практически ничем нельзя было пользоваться. Вот эта часть лица очень сильно пострадала. У меня до сих пор осталось несколько шрамов, с которыми я пытаюсь справиться. Но прям изо дня в день становилось лучше. И я думала, что будет полная катастрофа. Потому что у меня здесь были швы, вот здесь были глубокие раны. В основном пострадала левая часть лица. Но я как бы благодарна за то, что все закончилось хотя бы только так. И сейчас эта баночка пустая, поэтому я на каждый день продолжу использовать вот эту ночную сыворотку от Estee Lauder Advanced Night Repair. У меня здесь тоже на дне. А помимо этого, несколько раз в неделю я использую крем с ретинолом. На каждый день для меня это слишком много. Поэтому я даю коже и восстановиться, и ретинолу поработать. Это до сих пор Jeffrey James Botanicals. Очень классный. Он и восстанавливает, и при этом тоже разглаживает кожу, подсобирает поры. И сегодня будет день этого, не день, а вечер этого крема. У него легкая текстура, приятная отдушка. У меня чувствительная кожа, поэтому после каждого прикосновения к ней лицо слегка так розовеет, не совсем даже краснеет. Но я знаю, что за ночь он поработает, и утром будет супер фреш. Насколько это сейчас возможно, я снимаю эту часть влога гораздо позже, на самом деле. Я сейчас довольно сильно переболела. И, ну как переболела, я выздоравливаю. Вот, и сейчас уже гораздо лучше. Я чуть-чуть снимала, будучи в Украине. И мы сейчас переносимся в это время. Я покажу, где мы были, что мы делали. Какие-то кадры семейные, новогоднего Киева, праздничного. Я очень рада, что мы съездили, несмотря на все то, что приключилось с нами потом. Чуть позже во влоге я расскажу вам, что да как. И также еще раз смотрим мои покупки на распродаже. Мы с мальчиками летели на самолете. У нас есть одна классная традиция, в кавычках, которая случайно происходит каждый раз в поездке. Традиция называется, кто обольет чаем маму. Мика с Томиком едет на машине. Моя мама купила нам билеты на семейное представление во Дворец Украина. Нам очень понравилось, и дети были в полнейшем восторге. Мика с Томиком едет на машине. Помимо праздников мы еще отмечали в Киеве день рождения моего мужа. А сам Новый год и последующие дни провели в узком семейном кругу и гуляли по праздничному Киеву. Его, кстати, восхитительно украсили в этом году. Квартира, в которой я жила большую часть своей жизни. Это первый этаж. Пойдем посмотрим. Раньше здесь не было церкви, а стоял вагончик, и мы ходили светить пасочки. Когда-то это было евроремонтом. Очень-очень много лет назад делали его. Многое сохранилось. С тех времен нет телевизоров. Ну и диван уже подустал. Шторы у нас здесь были красивые. Такие мама поснимала сейчас. Ну, приятно вернуться. Это был зал, ну, есть до сих пор, совмещенный с кухней. А это спальня родителей. Боже, сколько воспоминаний здесь. Конечно, поубирали какие-то компьютеры и так далее. И частично отсутствуют шторы. Сейчас буду рыдать. Столько всего здесь было. Мама, а где покрывало красивое такое? Я забрала квадратом, нет, не давала ему. А этот раз, думаю, может... До сих пор очень красиво здесь. Игнат, это когда-то были мои любимые часы. Мне казалось, что они просто вообще стоят миллион. Попробую еще достать такие. Картины маслом у нас были. Моя комната. Когда-то здесь было много игрушек. Есть некоторые книги. Вот окно слева. Раскладной диван, на котором я спала и читала книжки. И здесь еще стоял телевизор когда-то. Тут стоял компьютер. Еще тогда были большие-большие экраны. Мой первый компьютер появился у меня в возрасте 10 лет. А вот и вторая картина. Ну все, мы поехали. Пока-пока. Ну что, давайте будем рассматривать подарки и мои покупки на распродаже, которые приехали ко мне гораздо раньше. И я, честно говоря, много еще не открывала по той причине, что мы всей семьей заболели. Дети перенесли в очень легкой форме. Это только температура в течение нескольких дней. Восстановлением мы займемся тогда, когда сможем выходить из дому, потому что мы сейчас находимся на изоляции. Томок тоже перенес в легкой форме. Больше всего досталось мне. И вот сегодня я впервые накрасилась за практически две недели. Я хочу вам сказать, что до сих пор очень сильная слабость. Я уже могла бы отправиться ко сну. Я была привита точно так же, как мой муж. Но все зависит от состояния здоровья, в котором вы цепляете эту заразу. Поэтому я даже не ожидала, что я вот так выпаду из жизни на целую неделю. Мне было очень плохо. Вплоть до того, что я вообще не могла передвигаться даже по нашему дому, спуститься вниз. Это было целым достижением. И я спала так много за последние две недели, как, наверное, ни разу за последние несколько лет. И давайте об этом как-то в следующих влогах. Я пока что не знаю, как часто я буду снимать, что именно я буду снимать. Вот насколько у меня будут силы, так и будут выходить видео. Я не пропадаю, я не скрываюсь. Просто-напросто я довольно сильно заболела. Давайте начнем с приятностей. Это подарок от моей зрительницы, от Ани и ее мамы Татьяны. Я очень сильно извиняюсь. Не смогла поблагодарить лично в Инстаграме. Я потеряла где-то переписку из-за всей этой предновогодней суматохи. А потом мы по приезду сразу заболели. И, честно говоря, у меня не было силы. Потом было так много поддержки от вас. С пожеланиями скорейшего выздоровления, что я не смогла отыскать. Но спасибо, мне очень приятно. Здесь также указан никнейм, но прописными буквами я не смогла расшифровать. Но зато я прочитала все послание. Спасибо большое за все приятности. Мне очень-очень приятно. Я крайне редко получаю подарки от своих зрителей. Мне неловко принимать их от вас. Потому что это траты не только финансовые, но и временные. И мне очень приятно, что здесь собраны мои любимые средства от белорусских брендов. Это и тинты для век, которые я показывала в фаворитах. И вот такое универсальное средство от Reluie. И также мои любимые гели для бровей. Я говорила, что мне и подружка моя, Настя, подарила этот суперфиксирующий гель для бровей. Ой, и Luxe Visage тоже мне прислали. И теперь у меня есть, мне кажется, вообще запас на всю жизнь. Здесь тоже несколько прозрачных гелей. Из Украины я также привезла несколько подарочков. Я сейчас не стала приносить все, но хочется сегодня поставить диффузор. Мы вот только убрали елку, потому что тоже на нее не было сил. Хочется, чтобы дома был приятный аромат. У меня, кстати, не пропало обоняние. И вкусовые рецепторы у меня работают нормально. Поэтому теперь вот будет такое благоухание в доме. Это диффузор от бренда English Home. Я вот так заглянула в коробочку. Он очень лаконичный и хорошо впишется в наш интерьер. Дальше красивая свеча из таких типа как шишечек. То есть она в такой форме. Я, наверное, приберегу ее на следующий год. Потому что вот на днях только убрали елку. Уже потихоньку отходит вся вот эта новогодняя тематика. И в этом году у нас чуть дольше задержалась елка, чем обычно. Она уже начала осыпаться. Но, опять же, на уборку не было сил. От моего брата с Валюшей я получила красивую пижамку из натурального материала. Вот такой расцветки. Нужно это все постирать. И уже в ближайшие дни буду спать в ней. Бренд CeraVe прислал мне несколько тоже моих обожаемых средств. Это увлажняющая крем-пенка для умывания. Она как раз у меня заканчивается. Увлажняющий крем для сухой, очень сухой кожи. Вот отменно прям на зиму. Очень его люблю. Незаменимое средство, восстанавливающий крем для рук. Универсальный увлажняющий лосьон. Я использую его на все тело, а мой муж на лицо. И мне нравится средство CeraVe после бритья. Потому что они не раздражают. И вот это более легкая версия. То есть, если я выхожу из ванны и потом буду одеваться, мне нужно, чтобы быстро впиталось, то наношу его вместо вот этого большого крема. И также еще одно средство. Открыточка с Новым Годом и Рождеством. Еще что-то. Ой, какой класс! Вы не поверите, я тоже заказала себе светлые варежки недавно. Если бы я знала, я бы этого не делала. Такие уютные. Класс! Спасибо большое. И на резинке, слушайте. И мне действительно нужно покупать перчатки на резинке, потому что я вечно их теряю. Перчатки или варежки. Теперь мои руки тоже не будут мерзнуть. Ну а теперь покупки на распродаже и не только. Потому что несколько вещей будет все-таки из новой коллекции. Я получила свою посылку из манго до нашего отъезда. Я сразу раскрыла ее для того, чтобы взять большой шоппер. У меня очень мало одежды и аксессуаров. Практически нет такой расцветки. И в качестве такого акцента, и также в качестве пляжной сумки, почему бы и нет? Это спокойная такая, не кричащая расцветка, не вульгарная. Но если ты скромно одета, что-то черное, что-то светлое, или даже цветное, но вот эта сумка будет такой изюминкой в образе. Она очень большая, очень объемная. Я брала ее с собой в самолет. Я складывала туда какие-то куртки, шапки. Ну что-то, что просто нужно куда-то деть, а не таскать в руках. Но минус здесь все-таки есть, потому что эта сумка защелкивается только на один небольшой магнит. То есть здесь нет никакой молнии, ничего. Но она очень объемная, и на пляж здорово и для покупок продуктов. Вот если у меня не целая там продуктовая корзина где-то в супермаркете, а так по мелочам скупиться, то очень удобно. Но шоппер довольно большой. Здесь есть еще один кармашек, он тоже не застегивается, и что-то ценное сюда, конечно, тоже не положишь. Тем не менее, я купила эту сумку, потому что она мне понравилась именно по расцветке. И здесь еще такая стильная лейбочка спереди. У меня тут такая огромная коробка, часть вещей, наверное, поедет обратно. Но тогда, когда я смогу вернуть это все. И когда проходит сезонная распродажа, очень часто я приобретаю вещи не только на сейчас, но и с мыслью о будущем. То есть беру что-то на следующий сезон, или просматриваю свой гардероб, вижу, чего мне не хватает из базы. И это очень классная возможность купить что-то по более приятной цене. Я видела, что я убила несколько своих шлепанцев в прошлом сезоне. И в манго нашла вот такие. Они, конечно, объемные, но смотрятся прикольно. И мне нравится носить такое на прогулку с детьми, с собакой, или куда-то нужно выбежать. Я надеваю такие шлепки и вперед. Они не самые легкие, но, вы знаете, бывают и потяжелее. По-моему, это кожа, если я не ошибаюсь. Но цена у них была... Да, кожа. И начальная цена у них была кусючая. А я купила с хорошей скидкой. У меня 38 размер. Если вас смущает то, что они увеличивают ногу... Ну, как бы это все в голове. Мне окей. 38 выглядит на 39. Мне нравится то, что здесь все регулируется. То есть по ширине можно подогнать под себя. Мои лоферы из Зары потихоньку разваливаются. И я знала, что на весну я буду искать им какую-то замену. И я увидела на сайте манго вот такие самые обычные черные дерби на тракторной подошве. Немножко в стиле Прады. Но здесь нет никаких декоративных элементов. Никакой вышивки, цепей. Побрякушек и так далее. Я люблю такую обувь. И здесь у меня единственные... Нет, не единственные. Два все-таки момента, которые меня слегка смущают и заставляют задуматься. Во-первых, это то, что они жестковатые. Если у вас широкая нога, то вы можете ощущать то же самое. И во-вторых, я взяла 37 размер. Я уверена, что 38 мне будет велик. А 37 впритык правый. Они точно не разносятся. Я попробую походить в них дома. И потом уже решу, возвращаю или все-таки оставлю. Выглядят они классно, очень стильно. И если придется вернуть, ну что ж поделать. Пока я не знаю, когда я попаду в торговый центр. И вообще, будет ли у меня желание и силы. Для меня сейчас самое главное восстановление. Поэтому в стационарном магазине я не могу померить. 38 и, ну, придется решать дома. Да-да, нет-нет. Слушайте, я увидела на сайте этот костюм и не смогла устоять. Цвет божественный. Иксэс не было. Это вещи оверсайз. И я побаивалась, как будет с эской. Он сидит свободно. Я заказала как вверх, так и низ. И я все-таки оставлю. Если что, то буду ушивать. Или буду носить с поясом. В любом случае, это настолько красивый, благородный и не настолько насыщенный оттенок, как вы сейчас видите в камере. Но он такой, знаете, как малиново-ягодный. У меня размер S. Это жилетка в таком жакетном стиле. Здесь нет рукава. И мне очень нравится, как это все смотрится с черными аксессуарами. И, например, с черным топом, с черной майкой. Летом будет супер. Я уверена, что будет много вопросов, что за костюм, что за костюм. Поэтому рассказываю сейчас, где его нашла. Я еще приобрела желтый в размере 36 или S. Потому что на этикетке написано 36. Внутри S. И он на меня велик. А этот, ну так, терпимо оверсайз. И вот такие шортики. Мне крайне редко подходит низ из манго, потому что в талии хорошо, а в бедрах зачастую узковато. 34, XS, так сидит плотненько, и мне не очень комфортно. А S-ка 36 всегда свободная. Но если затянуть на талии 36, то, в принципе, неплохо. И по длине эти шортики тоже такие, как мне сейчас нравятся. То есть они не слишком короткие, я смогу наклониться к детям, к собаке, сесть на велосипед, еще как-то там, знаете, функционировать. И не смущаться, что у меня что-то там будет заметно. Мне очень нравятся такие вещи. Я ношу комплектами, по отдельности можно с любым верхом надевать такие шортики. И ткань здесь тоже очень приятная. Шортики без подкладки, но они не просвечиваются. Следующая вещь, долго у меня была в любимом, и я ждала ее на распродаже. И сейчас, когда она ко мне приехала, вот хочется чуть меньше. Но мне нравится сама идея, и также у меня ничего подобного нет в гардеробе. Это куртка в виде жакета, и она из натуральной кожи. К тому же здесь есть какой-то утеплитель. То есть это не прямо, знаете, тоненький жакет, а что-то внутри присутствует. Но, конечно, в ноль градусов ты это не наденешь, но, тем не менее, может выглядеть очень-очень стильно. И это удлиненная модель. Я и жакеты, это как два неразлучных элемента, которые хорошо дополняют друг друга. Я очень люблю все, что похоже на жакет, что имитирует жакет, что является жакетом. Я человек-жакет. Живите с этим фактом. Боже, я так рада, что я снова снимаю видео, вы себе не представляете. Я очень соскучилась, мне хочется делать, но не можется. Поэтому прям наслаждаюсь своим процессом. Когда у тебя забирают такое простое, казалось бы, обыденное, то, что у тебя есть на постоянной основе, это даже сложно как-то принять. И мне хочется уже, знаете, как всегда функционировать. И пока что не получается. Потому что даже голос садится. Но мне уже гораздо лучше. Поэтому... Итак, спасибо за это. H&M. В H&M я сделала два больших заказа. И не поверите, но большая часть мимо. Мне не понравилось и качество, и посадка. В H&M есть очень достойные вещи, которые у меня в гардеробе там по несколько лет. Но их реально нужно выискивать. И даже я, имея большой опыт покупок в H&M, все равно промазала. Но ничего, давайте, наверное, начнем с актуальной коллекции, не с распродажи. Я увидела этот костюм и подумала, боже, он же прям кричит о весне, мне такое надо. Это костюм и юбка миди в размере S. В принципе, мне нравится, как это сидит. Я не хочу меньше. Хотя, если вы такой комплекции, как я, то XS тоже прекрасно на вас сядет. Тем более, что это трикотаж, все хорошо тянется. Главное, чтобы юбка не растянулась до невменяемых размеров. Надеюсь, это не произойдет. Комплект, конечно же, продается по отдельности. Гладкая вязка ко всему будет подходить. По-моему, не было других расцветок. И, слушайте, у меня есть несколько свитеров из H&M, которым несколько лет. И они не закатываются, не растягиваются. Они даже немножечко греют. Здесь тоже в составе 6% шерсти. И, несмотря на такую приятную цену, в H&M можно найти хороший трикотаж, который еще и будет согревать. Очень красиво это все смотрится. Свитер не удлиненный. Имейте это в виду. Если вы высокая девушка и хотите, чтобы там был до уровня бедер, ну, тут как бы нужно или мерить, или заказывать сразу несколько размеров. Юбка на резинке средней плотности. Сзади здесь есть разрез. Очень хорошо все оформлено. То есть, когда ты идешь в ней, то ничего не сковывает твои движения. И также мне нравится то, что юбка не слишком в облипку. И она не чрезмерно сужается к низу. То есть, я как-то предпочитаю какие-то такие прямые фасоны, что ли. И не каждая юбка миди мне подходит, между прочим. Комплект, который сейчас надет на мне из раздела с пижамами. И я хочу вам сказать, что я иногда ношу его дома, иногда в нем сплю. Но мне не хочется из него вылезать. Он хлопковый, он очень уютный, не из плотной ткани. То есть, худи как бы такое среднее, а леггинсы тонковатые. Можно надевать на улицу, на прогулку, куда-то там на велосипед или в путешествии. И сейчас актуальны всякие такие надписи. У меня Гарвард. И мне очень нравится сочетание серого с вот таким... Это даже не вишневый, но как приглушенный, не кричащий красный. Очень красивый. На распродаже в H&M нашла шерстяной трикотажный костюм. Светлого цвета. Вы не поверите, Томик постирала несколько моих спортивных костюмов. Тоже таких домашних, типа трикотажных. И очень-очень многие уменьшились на два размера, как минимум. Ну, не только мои вещи, но и его, короче. Придется мне их обновить. Или, возможно, вы знаете, как их растянуть, но это, наверное, нереально. Нашла по такой приятной цене. Думаю, возьму. Тем более, что я ношу это каждый день. Мне очень уютно, тепло, комфортно. Это не тонкий трикотаж. То есть он такой плотненький, врубчик. И здесь не леггинсы, а именно брюки, которые расширяются слегка к низу. Очень здорово выглядят. У меня брюки в размере XS. А вот кардиган в размере M. И я почему-то решила, что, ну, какая разница, если кардиган объемный. Если рукав я и так подкатываю. Ну, бог с ним. Я буду носить это. Тем более, в основном дома. Окей, но кардиган оказался очень большим. Если я передумаю, я не стану возвращать. Отдам своей маме. Такой же расцветки. Такой же рубчик. И здесь в составе есть шерсть. И это ощущается, когда надеваешь, что сразу становится тепло. А теперь будет прикол. Я хотела себе купить шапку-ушанку. И это шапка из новой коллекции. Но что-то пошло сильно не так. Эта шапка в единственном размере. Она вот такая. И я распаковала ее. Думаю, блин, какая прикольная. Теперь смотрите. Ну и как вам? Что скажете? Она теплая. Я, правда, в ней плохо слышу. Но почему бы нет? Можно ее застегнуть. Я не могу на себя смотреть. И гляньте, она с вот таким, типа как козырьком оттопыривающимся. Ну не знаю. Белье из распродажи. Но дело даже не в распродаже. Я наконец-то нашла свой размер. Потому что у нас в стационарных магазинах 70С. Ну очень сложно выловить. Или их даже не завозят. И практически ни разу не встречала. Только онлайн. И у меня 70С. Вообще-то еще лучше и комфортнее сидит 65. Но это зачастую не вот такое комфортное белье, а что-то с кружевами. Что-то, что как-то потом... Ну не знаю. Я не люблю такое. Я раньше носила. Сейчас выбираю что-то комфортное. В H&M очень много разных моделей. И с косточками, и без косточек. И с мягкими чашечками, так как здесь. И просто в качестве... Видя таких топиков. В общем, если вы ищете какое-то белье, и у вас стандартный более-менее размер, то в H&M можно подобрать, ну вообще, все, что ваша душа и тело пожелает. И разных базовых расцветок. Я взяла себе беленький. Они продавались комплектом. Серый. Они без косточек. Ну такие приятненькие. И еще черный и бежевый. То есть видите, у меня сразу все размеры. А модель такая же. Конечно, если вам нужна хорошая поддержка. Я помню, когда я кормила грудью, у меня был там 65. Боже, я даже не помню. Но чашечка была очень большой. И нужно было найти какую-то конструкцию буквально, чтобы это все удерживалось. А не стремилось вниз. Тогда я приобретала прям дорогое белье. Чтобы это все поддерживалось. Особенно, если без бретелей. Но это реально была конструкция целая. Также в And Other Stories я заказала себе пуховик. Он не такой, скажем так, супер модный. Он просто классический. Он затягивается в области талии. Но как бы я затянула на максимум. Он все равно не прям сильно какой-то там подчеркивающий фигуру. Он мне больше напоминает спортивный. И я покупала его, опять же, для прогулок с Микой. Когда типа прохладно. Но мне нужно, чтобы было надежно, комфортно. И чтобы этот пуховик так хорошо выглядел. Он очень теплый. Я его надевала несколько раз. Очень классный. Единственное, что черный цвет. Хотелось бы что-то другого цвета. Но уж есть, как есть. Тоже покажу вам в примерке. Пуховик отменный. Да. Если у вас есть стационарный магазин And Other Stories. Я вам завидую. У нас, к сожалению, в Кракове его нет. Поэтому иногда что-то заказываю онлайн. И часто можно найти что-то классное. Девчонки, у меня есть еще несколько посылок, которые я хотела бы распаковать. Но я ощущаю по себе, что если я сегодня сниму еще и примерку, то на этом моя энергия на день будет исчерпана. Поэтому буду разделять все на несколько видео. Постараюсь не пропадать. И мне еще предстоит несколько обследований после того, как я смогу выйти из Тому и смогу отправиться к врачу. Польская медицина оставляет желать лучшего. Здесь все как-то так, знаете, пускается на самотек. И если бы не те лекарства, которые у меня были дома, я не знаю, как долго я бы еще выгребалась из этого всего. Это все, что я могу сказать. Тут, наверное, пока ты реально не умираешь, то никто не будет тебя направлять на тот же хотя бы рентген, хотя бы КТ и так далее. То есть даже анализы крови – это все по собственному желанию. И, к счастью, есть люди, которые подсказали мне, какие параметры мне нужно будет проверить и кому потом обращаться с этим совсем. Я очень надеюсь на то, что я правильно принимала все нужные витамины. У нас, кстати, назначают гораздо меньше дозировку, чем, например, в Украине. И в России девочки мне писали, и доктора тоже. У меня абсолютно разная аудитория. И спасибо всем, кто откликнулся. Я, конечно, никому не советую заниматься самолечением, но у меня, к сожалению, не было другого выхода, потому что, ну, как бы я же говорю, пока ты полностью не задыхаешься, пока ты вообще в сознании, тут тебя никто спасать не будет. Кто-то говорит, что хорошо, что, типа, организм сам справляется, пусть и дольше, но я не могла спать по ночам, я реально не могла дышать. Я вставала, сама включала себе ингаляцию, которые как-то там снимали спазмы. Опять же, это все продается по рецепту здесь, в Польше. И чисто из-за того, что у нас когда-то там болели дети, я приблизительно знала, что и как, и просто показывала другим докторам мне отсюда, это что у меня есть, это это, это что мне делать. И вот где-то там сама себя вытягивала, вытягиваю, потому что я еще на полпути. Сегодня мой 12-й день, наверное, да, болезни, но я надеюсь, что это вскоре закончится, и я смогу уже заниматься именно восстановлением, если мой организм этого потребует. Я буду искренне вам признательна за поддержку. И я очень редко позволяю себе пропадать из Ютьюба, очень редко делаю такие паузы на Ютьюбе, и, к сожалению, для искусственного интеллекта, для алгоритма Ютьюб это не есть хорошо. И даже те зрители, которые любят мои ролики, которые смотрят их с удовольствием, могут не получать оповещения, мои ролики могут не получать естественный вот этот охват, потому что Ютьюб, думаю, так ты такая ленивая задница, ты ничего не делаешь, значит, сидим и не будем продвигать твои видео, поэтому если вам не сложно, я буду благодарна вам за поддержку в качестве пальчика вверх и комментария мне как автору, как создателю контента, это будет очень-очень приятно, и это будет такая большая поддержка с вашей стороны в той ситуации, когда я не ленюсь, просто мое состояние здоровья не позволяет снимать так часто и регулярно, как я делала это все на протяжении 8 лет. Буду стараться и заниматься своим здоровьем, и не пропадать с радаров, насколько будет хватать сил на Ютьюб и на Инстаграм, но знайте, что я вас очень люблю, очень ценю, и если есть какие-то задержки с видео, если я ничего не говорю, то просто не чувствую себя в силах это сделать. Все, всех целую, обнимаю, берегите себя, не болейте, поправляйтесь, и пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok